Здравствуйте! Христос в воскресе! В эфире программа «У книжной полки». Её ведущая Наталья Казанцева. В настоящее время для большей части нашего общества стало нормой при разговоре использовать нецензурную брань. Поэтому матерную речь можно услышать везде. Гуляем ли мы по улице с детьми, едем ли в транспорте, заходим ли в магазин за продуктами. Некоторые родители даже умиляются, когда их маленький ребёнок выводит своим лепечущим языком матершинные слова. И тем самым поощряют его в дальнейшем подкреплять свою речь крепким словцом. При этом они забывают, что когда ребёнок вырастет, и это крепкое словцо обравдит против них, радоваться тогда уже будет нечему. Почему нецензурная брань считается грехом? А на церковнославянском языке она называется сквернословием. Рассказывает новая книга про теория Игоря Прекупа о сквернословии в привычном и достойном. Цель своей новой книги про теорий Игорь Прекуп видит в том, чтобы восстановить целостность понятия сквернословия, которые всё чаще сводятся для нас к тому, что раньше называлось срамословием, а сейчас ненормативной лексикой. Но ненормативная или непристойная речь — это проблема общественная, потому что пределы пристойного общество само же и определяет. Обличительная, оскорбительная лексика тоже не сводится к непристойной, но и со сквернословием полностью не совпадает. Может ли она быть нескверной? Может, если, собственно, этому если, по словам автора, и посвящена эта книга. Отец Игорь постарался привести понятие сквернословия в соответствии христианскому учению о человеке и новозаметному пониманию скверны, стержневая мысль которого проста — «всё греховное скверно, а скверно только то, что греховно». Греховное, облекающееся в слова, хотя бы и мысленно, сквернословие. То есть сквернословием в широком смысле является любая речь, питаемая греховными страстями. Срамословие — скверно. Однако сквернословие, по словам автора, сводится не только к нему. Сквернословие может быть не только пристойным, но и ещё образцом ораторского искусства. Разве льстивая, лицемерная речь, порождаемая человека угодием ради удовлетворения чьей-то гордыни и тщеславия — это не сквернословие? По общественным меркам — нет, а по евангельским — несомненно. Как отмечает автор, сквернословие следует рассматривать в двух значениях — в широком, полном и узком, частном, обыденном и общепринятом смысле этого слова. Сквернословие в широком смысле и в новозаветном контексте мы называем любую речь от междометий до шедевров риторики, если она является способом выражения греховной скверны, вне зависимости от содержания или формы произносимого, и того, как сквернословящий оценивает греховность своего состояния. Отдает ли он себе отчет в движущих им мотивах и осознает ли преследуемые цели? Сквернословие в узком смысле, общепринятом, всего лишь та его часть, которая опознается обществом как непристойная лексика. К слову сказать, говорит автор, ее происхождение совершенно напрасно усматривают в татаро-монгольском иге. Это не более чем широко распространенный миф. Между прочим, то же самое, но с точностью да наоборот, утверждают монголы о своей непристойной лексике, что она заимствована от русских. Вероятно, возникновение этой версии связано с тем, что издревле русские люди рассматривали мат как явление языческое, антихристианское по своему происхождению и духу. А поскольку в массовом русском сознании татары олицетворяли собой язычество, то и к тому, что ассоциировалось с язычеством, приклеился ярлык «татарского». Таким образом, матерная брань уходит корнями в языческое прошлое. Особенно это касается мата, за счет которого в русской брани сравнительно мало прямых богохольств. Основную нагрузку взяла на себя матерщина. Автору удалось найти подтверждение предположению, что изначально сквернословием считалось именно богохульство, а потом постепенно объем этого понятия стал расширяться, после чего в эпоху всеобщей грамотности как раз ядро было вытолкнуто из понятия, из-за чего оно сузилось до срамословия. Оно и понятно, если хулить Бога стало добродетелью, как можно богохульство считать сквернословием. Кстати сказать, что и слово-то это уже совсем забыто нашими современниками, и многие даже не знают его значения. И вот что об этом пишет автор. В обыденной речи слово сквернословие мы не используем. Многие из нас его и не знали, и не слышали даже, пока не начали ходить в храм или читать православный ликбез, изобилующий нынче, например, в уличных и других киосках. Так-то мы знали ругань, брань, мат, нецензурные, не литературные слова. А вот сквернословие входит в наше словоупотребление в процессе воцерковления одновременно со «спаси Господи» и «благословите» заменяющими собой привычное «спасибо» и «здравствуйте». Эта замена происходит зачастую достаточно формально, начиная человек идентифицировать себя с православием и как бы переходит на своего рода корпоративный сленг. Ничего более глубокого, чем замена одного слова или словосочетания другим, не происходит. Но, может, чуть лучше осознаётся смысл, а то как-то подзабыли мы, что «спасибо» — это «спаси Бог». Поэтому забавно бывает слышать, как некоторые говорят «спасибо тебе, Господи», словно Господь нуждается в спасении. Тут уж уместнее слово «благодарю», а лучше «слава Богу», «слава тебе, Господи», но никак не «спасибо». То же происходит и со сквернословием, помятозлобием, любостяжанием, чревоугодием и прочими, заменяющими привычное ругань, злопамятство, стяжательство, обжорство и другими. Автор обращает внимание на ту поспешную поверхностность, с которой мы просто заменяем одни термины другими. Может, это свидетельствует о поверхностности нашей веры? Не той, конечно, веры, которую мы исповедуем, а о поверхностности нашего исповедания веры Христовой. В Евангелии говорится «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Наше отношение к словам, которые мы произносим, к смыслам в них содержимом, к их духовному и просто эмоциональному заряду, это нередко свидетельство нашей внутренней жизни, исповедуемой нами системы ценностей. Поэтому, как отмечает автор, мало просто включить в словоупотребление церковнославянскую терминологию. Надо ещё и осмыслить её, понять. Это понимание, по словам отца Игоря, приходит постепенно, по мере погружения в культурный контекст каждого слова, причём погружения деятельного, то есть по мере того, как человек, читая Новый Завет и Отцов, привыкает мыслить, чувствовать и, что крайне важно, говорить и действовать в христианской системе ценностных и этических ориентиров. И для того, чтобы осмыслить явления, именуемые архаичным словом «сквернословие», надо иметь представление не только о слове и о скверне, о чём автор говорит в первых двух частях книги, но и обо всей системе пороков, как проявляющихся в сквернословии, так и составляющих для него своего рода питательную среду. Этой теме посвящена третья часть, в которой автор отвечает на вопросы, что же такое порочность, что следует понимать под грехом, что такое нечистота, нечестие, гниение слова, злоречие, из чего рождается раздражительность. И, конечно, священник напоминает нам о том, что мать грехов — гордость. Всё это вышеперечисленные, а также и неупомянутые пороки, по словам автора, создают своего рода питательную среду для сквернословия. Этакое брожение скверны в душе, брожение, выплёскивающееся в том числе и в скверных словах, иногда срамных, пока ещё, слава Богу, считающихся нецензурными. На наш скромный взгляд, говорит отец Игорь, со сквернословием надо бороться, в том числе и репрессивными действиями. Но, отмечает он далее, всё-таки сквернословие — это только следствие. А что является их причиной? Ответ на этот и другие вопросы вы найдёте на страницах книги о сквернословии в привычном и достойном. Представление современного человека о скверне часто основано на стереотипах. Так нечистым становится то, что в свете Нового Завета таковым не является. А истинная скверна ошибочно предстают неизбежной или даже остаются неузнанной. Что же на самом деле является скверной? И в чём истинное значение греха сквернословия? Протерий Игорь Прекуп исследует сквернословие и всю систему пороков, которые проявляются в нём и питают его. А ещё показывает истинное происхождение и значение русской нецензурной лексики. Но его книга прежде всего помогает обнаружить сквернословие в привычном и, казалось бы, достойном. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я на этом прощаюсь с вами и желаю приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok